Все люди в той или иной степени любят уличную еду. Во-первых, это очень неудобно, такой вот перекус на ходу, когда куда-нибудь спешишь. Во-вторых, всегда дешевле полноценного приема пищи. А в-третьих, стритфуд нередко предоставляет возможность попробовать что-нибудь эдакое за вполне приемлемые деньги. И особенно, если ты оказываешься в Турции, и в особенности в Стамбуле, не отведать уличной еды, это уже даже преступление. Потому что именно Стамбул – настоящее царство вкусов и ароматов, и самый большой в мире буфет с широчайшим ассортиментом. В этом видео мы расскажем тебе про уличную еду Турции, которую стоит хотя бы раз попробовать, и про ту, на которую не стоит тратить свои деньги. Будем говорить о той еде, которую можно съесть прямо на ходу, а еще откроем секретные места. Так что усаживайся поудобнее, разминай свои вкусовые сосочки и записывай. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! В первом списке у нас стоит Симит. Выглядит это как испеченная баранка или большой бублик, густо обсыпанный черным кунжутом. По праву является символом Стамбула, как и достопримечательности типа Топкапа или Айсофия. Продается абсолютно везде. На улице у кочующих торговцев в стеклянных передвигающихся контейнерах, в кафе, пекарнях, магазинах. Вообще купить его можно где угодно, он повсюду. Стоит от 3 до 10 лир, в зависимости от места продажи. У уличных торговцев самый дешевый – 3 или 4 лиры. Цена разная, а друг от друга совершенно ничем не отличается. Купишь ты его хоть у торговца за 4 лиры или в кафе за 10 лир. Чем ближе к туристическим местам, тем выше цена. Главное, есть его сразу после покупки или в тот же день. На вкус он не сладкий, а солоноватый с ярким вкусом кунжута. Очень ароматный. Прекрасно подходит, чтобы перекусить на ходу. Сытно и правда безумно вкусно. Быстро черствеет, поэтому лучше не набирать побольше с расчетом съесть завтра. Так как на следующий день уже не особо вкусный и пригоден только, чтобы покормить птиц. Чем по вечерам и занимаются местные. Если покупаешь у уличных торговцев, то лучше бери в первой половине дня, пока их стекляшки доверху забиты такими семитами. А к вечеру это лакомство уже черствое. Если хочется поесть вечерком, то лучше загляни в любую пекарню и купи там за 5 или 6 лир. Так как там семиты всегда свежие, свежеиспеченные. Мы обожаем семиты, у них удивительный вкус. Я не особо люблю сладкое, большинство турецких десертов для меня попросту очень сладкие. А вот семит самое то и черный кунжут решает. Кукуруза продается на улице у торговцев в открытых лотках со встроенной мобильной печкой и кастрюлей. Такие лотки встречаются в самых многолюдных местах, в парках, в самом центре Стамбула, они вообще повсюду. У Гранд Базара, по всей улице Стекляль, на площади Таксим, на улице Багдад-Жадеси, у крупных популярных торговых центров и очень манят своими ароматами. Кукуруза у них в лотках не залежалая, а реально свежая. А если хочешь жареную, то готовят ее на гриле прям при тебе же. Цена на такую кукурузу от 7 до 15 лир за штуку в зависимости от места и сезона. Выбрать какую именно кукурузу тебе приготовить разрешено. Просто тыкай пальцем понравившуюся и она твоя. Соль тоже опциональна. Торговец обязательно спросит тебя, надо солить или не надо солить. Подается кукуруза обернута в бумажку. Я особенно люблю жареную кукурузу. Сладкий вкус с дымком. Вкуснятина. Такой перекус отлично подойдет людям на правильном питании или же вегетарианцам. Следующее. Жареные каштаны. У тех же торговцев с кукурузой рядом всегда продается жареный каштан, приготовленный там же на гриле, запах от которого расходится далеко от такого лотка. Если чуешь такой вот странноватый, сладковатый запах, непривычный для европейцев, например, особенно из-за стран СНГ, то это и есть жареный каштан. Есть его следует, пока он горячий, чтобы насладиться необычным вкусом. На вкус, скажем, на любителя. Будто скрестили картошку с орехом. И они очень сытные. Не бери больше 100 грамм, не съешь больше. А может вообще и не понравится твоим вкусовым рецепторам. Продается по весу. 100 грамм обычно стоит 25 лир. Есть такие торговцы, которые продают по 7 штук за 25 лир. Это и есть примерно 100 грамм. Насыпают жареный каштан в бумажный стаканчик. За такими каштанами нередко стоят очереди из местных. Это удобный перекус на ходу. Такой же деликатес продается, например, в Испании. Но цены там в разы выше. Ну, если честно, мы не сильно любим каштаны. Лучше потреснуть кукурузу. Берк. Еще один традиционный турецкий деликатес. Готовится из слоеного теста, в которое заворачивают разные начинки. Берк предлагают абсолютно во всех районах Стамбула. И почти в каждом месте готовят его по-своему. Самые популярные начинки, которые используют в Берк, это мясо, шпинат, сыр и картофель. Классический берк квадратной формы. Мы пробовали с картошкой. Это очень вкусно. Нежное, тающее во рту тесто. Вова, как удав, заклотил аж три штуки. И пока я болтала с нашим приятелем, доел мой. Ну, очень вкусно. Пардоните, пожалуйста. Есть еще Берк в форме трубочки, заполненной сыром. Называется уже сигаро-беррии. Мы такое ели в Анталии. Я до сих пор вспоминаю то гастрономическое наслаждение. А вот квадратной формы и тоже с сыром уже называется сюберрии. По вкусу ничем не отличается от сигаро-беррии. В форме квадрата еще подают Берк с мясной начинкой и Берк со шпинатом. Берк может продаваться на вес, что чаще всего. И цена составляет 70 лир за килограмм. Либо же порционно. И размер порции зависит от конкретного места кафе. И составляет от 20 до 35 лир. По традиции это блюдо употребляют на завтрак. Или в качестве сытной закуски к чаю. Это один из наших любимших стритфудов. Следующее. Кокорич. Весьма странный стритфуд с пугающим составом. Готовься. Сейчас услышь состав. Готов? Кишки молодых барашков запихивают их же потроха. Печень, сердце, легкие почки. И все это жарится на вертеле. Перед подачей. Жареная кишка с содержимым внутри в виде жареных подрохов. Мелко рубится. Перчится. И все это вкладывается обычно в свежеиспеченную хрустящую белую булку с овощами. Помидоры, огурец. Иногда заворачивают в лаваш. Что-то типа шаурмы или шавермы по виду. Только с кишками внутри. Как тебе состав? Жутковато, не правда ли? Вот так же и мы отреагировали, когда наш турецкий приятель предложил нам попробовать это традиционное турецкое блюдо. И для того, чтобы решиться на пробу, нам потребовался целый месяц. Когда мы решились, написали ему. И он отвез нас с его слов в лучшее место на районе Чукмикой, где делают самый вкусный кокорич. Это такой вагончик, который приезжает в определенное место обычно к 6 вечера. Расставляет низкие пластиковые стульчики и столы. И там скапливается прям куча местных и так шумно, прям какая-то тусовка с кокоричем получается. К кокоричу подается маринованный острый перчик и туршу или айран. Туршу это такой рассол с маринованными овощами, который подается в запечатанном виде. Вообще, блюдо, конечно, на любителя. И даже, мы бы сказали, очень на любителя. Запах яркий, жареных потрохов. Мне по вкусу напомнило сильно зажаренную куриную печень. По консистенции жестковато, нужно прям хорошо жевать. И чересчур сытно. Я думала, что лопну от одной порции. Вова ел прикуску с маринованным острым перцем и запивал шалгам. Это меня и спасло. Что такое шалгам, смотри наше видео вот здесь, в необычных напитках в Турции. И по Вовиному лицу было видно, что ему вот не сильно понравилось. Страдания такие были. А мне вот вроде и ничего. Просто очень необычный яркий вкус. Хотя бы разок стоит попробовать это очень популярное блюдо в Турции. Оно крайне необычное, которое больше нигде и не попробуешь. Цена по городу сильно разнится в зависимости от района и места. В уличных киосках 15-20 лир. В специализированном кафе 20-40 лир. Попадаются места, где можно кокорич ответить даже за 10 лир. Для дегустации местные рекомендуют выбирать улицу Сахне. Что находится прямо за стенами цветочного посаженной стекля. Так как если ты турист, именно там часто будешь гулять. И помимо визуального тура устроишь себе еще и гастрономический. Еще вкусный кокорич готовят на улицах вокруг башни Галата. В заведении Озие 1968 Денбери Кокорич. Возле входа в туннель. Это фуникулер. И станции метро Шишхане. По такому вот адресу. Денек. В Турции существует несколько разновидностей денера. Это денер кебаб и денер дюрум. Денер кебаб в переводе означает мясо, крутящееся на вертеле. А дюрум это когда мясо с начинкой заворачивают в лаваш. По методу нашей шаурмы или шавермы. Так что если заказываешь денер кебаб, то получишь мясо в булке. А если денер дюрум, то мясо в лаваше. В зависимости от шаурманщика или донерщика, в твой денер добавят еще порцию овощей. Такие как лук, листья салата, помидор, огурец и иногда соус. Но это уже реже. И иногда даже бывает картошечку фри положат. Классический же турецкий денер не предполагает добавление соуса. Но его можно попросить. Соус в денере предполагает просто смесь майонеза и кетчупа. Кетчунец в простонародье. Многим знакомого соуса еще со времен института. И если ожидаешь какого-то специального соуса, как в шаверме или шаурме. В зависимости от того, где ты живешь. То нет, такого здесь нет. А хотелось бы конечно. Вообще, дополнительные ингредиенты могут отличаться в зависимости от места покупки и самого человека, который готовит. Денер-кебаб бывает двух типов. Мясные, это из баранины или говядины. И куриные, тавук. Куриные всегда стоят в два раза дешевле. И цена денера, она колеблется от 15 лир до 50 лир в зависимости от места покупки. Чем более туристическое место, тем будет выше цена. При покупке денер тебе предложит завернуть в пакет. Ну или не предложит. Но тогда нужно сказать пакет и ты получишь свой пакет. Тут везде человеческие факты. Еще бывают варианты денер-кебаба, который готовится не с цельными кусками мяса, а с поджаренным мясным фаршем. Такой вариант блюда называется кавурма. Наиболее вкусную кавурму готовят на площади Боязид. Кавурма даже вкуснее. Да, посочнее. Посочнее, да. Ну, не знаю, что еще сказать. Посочнее. И помимо перечисленных вариантов денера, есть еще такая разновидность, как чик денер. Весьма специфичного, что может не понравиться большинству людей из европейских стран. По цене он самый дешевый, стоит всего лишь 8 лир. И начинка раньше состояла из сырого говяжьего фарша с огромным количеством специи и перетертого булгура. А после запрета использования термически необработанного мяса, используют перетертый булгур со специями. Эта смесь с тонким слоем кладется на лаваш. Поверху кладут много помидоров, листьев салата, иногда огурцы. И обильненько поливают лимонным соком, и все это заворачивается в такой вот лаваш. На вкус он слегка островатый, солоноватый и пряный, и очень сочный. Мы эту разновидность денера опробовали, и нам он понравился даже больше привычного денера. Олеся вообще гумяла его за две щеки, прям, не знаю, в три укуса. Он сочнее обычного денера, сок с него прямо аж капает, в то время как обычный денер, он, ну, он очень сухой. Кстати, на вкус даже и не скажешь, что это не мясо. Да, мне вот тоже очень понравилось. Если же ты захочешь попробовать чай кефте от знаменитого мастера, иди к Мишур Кофте Джи Али Уста по вот этому вот адресу. Это вот известный повар-шоумен, возле которого собирается прямо очереди. Цена у него до 10 лир доходит. Кстати, вот ты сказал чай кефте, правильно ты сказал, потому что чай к донор и чай кефте, вот у них два названия. Да, здесь, кстати, вот тоже имею в виду, что у многих блюд двойные названия. Мы вот видео записываем из своего опыта, и вот если бы уже узнали какие-то двойные названия, мы обязательно вставляем это все в видео в описании. И еще имей в виду, что в Стамбуле какую цену видишь изначально за такой стритфуд, такую и отдашь после вручения тебе твоего заказа. А вот в Анталии же используют хитрость. На ценнике, например, написано 25 лир за донор, но на выходе выходит 50 лир. Кажется, что тебя обманули, но нет, тебя просто обхитрили. Какие хитростьы? Да, жулики. 25 лир это за 50 грамм мяса, а кладут они туда 100 грамм, поэтому на выходе получается цена в два раза выше. Прямо как цена за фрукты и овощи в некоторых регионах России. Кто знает, тот поймет. Подведем итог по этим видам донора. Чтобы вкусно поесть такой стритфуд, нужно знать, где вкусно и кто конкретно вкусно готовит. Что сложно, так как в Турции сильно выражен человеческий фактор во всем. Сегодня повар, например, не настроение и плохо сделал донор, а завтра, может быть, и пальчики откусишь у того же повара. Мы вот так на такси и покупали донор в лаваше и съели с трудом по половине порции. Было очень сухо и по вкусу весьма посредственно. А отдали аж по 25 лир за штуку, тогда по курсу 7 к 1 по отношению рубля к лире. Это зло состояние за этот донор. Да. А в районе Умрани, например, на Анджикпазили, зашли в местную Забегалов, где турки чилят за чаем целыми днями. И нам повар сделал донор в булке. И было реально вкусно. И мы тогда уже немножечко знали по-турецки и с ним перебросились на его языке парами словечков. И он сильно обрадовался. Вот тебе и человеческий фактор. Наложил нам кучу овощей, да? Да. Что спасло его, собственно. Очень спасло. Ну, хорошо тогда много чего наложил. Кстати, видео вот здесь вот посмотри, как к себе располагать местных. В этом случае мы заплатили всего по 15 лир за штуку по тому же курсу. В туристических местах доноры дорогие, как по нам. Они могут доходить аж до 80 лир за штуку. Поэтому это фортуна. Купишь вкусно или нет. Лучше покупать там, где едят местные. Там и дешевле, и вкуснее. Весьма приличный донор на площади Таксим, в Бамби-Бюфе или Чилгин-Дюрум. А еще на Гран-Базаре есть неприметный киоск Юль-Эбру по адресу вот перед тобой. Местные считают, что здесь один из лучших доноров в Стамбуле. В этих местах и правда доноры вкуснее, чем во многих. Если сравнивать, например, нашу шаверму или шауму и турецкий донор, то нам все равно больше нравится привычный нам вариант с большим количеством соуса. Так что, если ты любишь наш вариант, то донор тебе будет не очень вкусный и сухой. А если не любишь, или вообще по каким-то причинам не ел шаверму, шаверму или шаурму... Как это возможно вообще? То обязательно попробуй, может тебе действительно понравиться. Как говорится, на вкус и цвет. Если любишь экстрим гастрономия, то попробуй Чик-Донор или Чик-Пёв-Т, второе название. Может потравиться, как и нам. Да и цена всего 8 лир. Будет не обидно, если после первого же укуса придется выкинуть. Начни со знаменитого мастера Лилуста. Ну и последнее про доноры. Если все-таки снятие пробы с такого стрит-фуда обязательно входит в твою программу, несмотря ни на что, то советуем выбирать тогда донора, который называется Кавурма, который с поджаренным мясным фаршем. Он, пожалуй, самый вкусный из традиционных турецких доноров. А вообще расскажи в комментариях, какие доноры ты уже пробовал в Турции, какие тебе понравились, какие нет. А может какое-то место порекомендуешь, где вообще пальчики оближешь и абсолютно всем нравятся. Мы туда обязательно сходим. И раз уж ты там уже, то подпишись на канал, чтобы настал побольше. Балыки Кмек. А вот этот средфуд уже хорош, особенно любителям рыбы. Представляет он собой приготовленную на гриле рыбу, поверх которой кладут листья салата, маринованный лук полукольцами, иногда маринованную морковь, и все это поливают лимонным соком. И все это, как правило, завернуто в хрустящий белый хлеб. Бывают, конечно, варианты с лавашом. Из рыбы используют тунца, скумбрию, хамсу, стабриду или селедку. Но вот есть же у них скумбрия. Почему они ее и селедки? Почему они ее не солят, как у нас? У них есть все, и уксус, и соль, и селедка. Почему уксус? Это большое разнообразие. Я вообще жутко скучаю по скумбрии и по селедке. Из напитка Балыки Кмеку идет Шалгам. Напиток, о котором мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Мы уже давали на него ссылочку сегодня. Это очень вкусно. Цена от 25 лир до 80 лир в зависимости от места покупки. Лучшие места для снятия пробы с Балыки Кмека. Это на набережной Каракей по другую сторону Галатского моста. Там очень вкусный Балыки Кмек. На причалах Эминюню за Галатским мостом в сторону залива Золотой Рог тоже вкусно. Но народу там обычно немерено. А также небольшая закусочная в двух шагах от трамвайной остановки Эминюню. Там турок хлеб хорошенечко так поджаривает, что прибавляет хруста и делает такой хот-дог, фиш-дог даже. И делает такой фиш-дог вкуснее. Самый же вкусный Балыки Кмек готовит повар, который величает себя Марио. И свое заведение называет Марио Зет Фишермен. Стоит он прямо у рыбного рынка по ту сторону Галатского моста. Название, заведение и адрес вот он сейчас у тебя на экране. Там повар такой с усами, как у Марио. Он и одет, как Марио. Да, красота. Видосы, кстати, можешь посмотреть. В Ютубе очень много видео про него и в Инстаграме тоже. Так вот, этот Марио, он делает рыбу по-особенному, со специями и в лаваше. Очень вкусно и весьма недорого по сравнению с остальными точками. Самый же невкусный Балыки Кмек по отзывам в интернете и судя по количеству людей, занимающих столики, это рестораны под Галатским мостом. Полная ерунда. Цена не самая низкая, а содержимое фиш-дога скудное. Хлеб не поджарен, помимо рыбы только лишь один листик салата и все. Мы не раз проходили мимо этих ресторанов, там очень навязчиво зазывают внутрь вот эти вот зазывалые рестораны. Народа во всех ресторанах всегда мало, а те, кто сидят, обычно пьют пиво и курят кальяны. Порой же можно увидеть тех, кто что-то ест и хорошо разглядеть блюда, потому что ты проходишь вот так, вот здесь человек сидит, а ты проходишь, да. И можно все хорошо разглядеть. Обычно в этих ресторанах заказывают этот самый балык и Кмек, так как это вполне логично, потому что там же рядом сверху на мосту куча рыбаков работает, ловит эту рыбку. Так вот, выглядят там эти фиш-доги не сильно аппетитно. Ну и начинка очень скудная. И цены, мы заглядывали в меню не единожды. Там вот цены на балык и Кмек начинаются от 47 лир в зависимости от ресторана. Их там просто целая куча по мосту растянутых. Короче, нас туда как-то не тянется. И тебе тоже не можем посоветовать это заведение. Там вообще три калеки вечно сидит. Ну. Куча официанцев. Да. Следующий это фаршированные мидии. Весьма популярный стритфуд, который появляется в разных частях города, как правило, к вечеру в виде передвижных лотков. Называется мидье-долмасси. Эти мидии нафаршированные рисом с большим количеством специй. Размер таких мидий крупный. Они прям огромные. С первого взгляда кажется, что это прям вот чистые мидии. Я-то, кстати, это и думала. Но это не так. Обрати на это внимание. Там больше риса, чем мидий. Подаются они с долькой лимона. Торговец при тебе вскроет каждую мидию. Перед отправкой содержимого скорлупы в рот нужно сбрызнуть все лимоном. На вкус они остро-пряные. Прежде чем начинать есть, назови продавцу количество мидий. Иначе он тебе раскроет абсолютно все. То, что не съешь, можно попросить упаковать с собой домой. Продаются такие мидии от 10 штук в порции. По цене от 25 до 35 лир, как правило. Где-то чуть дороже, где-то подешевле. Такие мидии хорошо подходят в качестве закуски к пиву. Но мы не сильно любим рис. А риса там больше гораздо, чем мидий. Вот если бы там были одни мидии, я бы, наверное, их ел все время. Соленаря. Но любителям пряно-острых вкусов риса с привкусом мидий может понравиться. Особенно если расположиться где-то на набережной с бутылочкой пива и таких мидий. Уверена, что ценители найдутся. Для дегустации также сходите на улицу Сахне, что находится прямо за стенами цветочного посаженного и стекля. Там, где и кокорич, там и мидии вкусные. Кумпир. Это, по сути, печеный картофель в мундире, фаршированный разными начинками, которые предлагается выбрать. Это могут быть оливки, фарш, грибы, зеленый горошек или вареная кукуруза. Маринованные овощи, ломтики колбасы или так называемый русский салат. Ну, оливье который, да. Начинки можно зафиксировать на твой выбор. В картошке по умолчанию уже идет сыр и сливочное масло, майонез и кетчуп. Порция большая, потому что берут просто такие вот огромные клубни. Ну, не знаю, как по нам, так ничего необычного в этом нет. Возможно, ярые любители картофеля оценят. Ну и те, кто жил в странах СНГ, они знают все эти блюда. Это, по сути, крошка-картошка. Ну, это вот они, наверное, идею стырили с кумпира. Продают его на многих городских улицах, в том числе и на улице Истекляль. А еще в торговых центрах. Да, в торговых центрах, в ресторанных горьках. Но самый известный кумпир продается в квартале Артакёй, где расположен целый ряд лавок с кумпиром. Пропустить его просто невозможно. Знаменитым это место считается, что именно здесь самое большое скопление таких лавок с кумпиром, где представлен самый широкий ассортимент начинок. Там по 22 начинок предлагаю. Это место горожане именуют улицей печеного картофеля. Кумпир может стоить от 70 лир, в зависимости от того, какие и сколько начинок ты выбираешь. Следующий это пилав. Это турецкий вариант плова, идеальный перекус для детей. Рассыпчатый рис без острых и каких-либо чрезмерно ароматных специй, с футом и куриным филе. Многие родители, приезжая в Турцию, попадают в такую ситуацию, когда ребенка кажется нечем накормить, так как турецкая кухня предполагает использование огромное количество специй, но не пилав. Пилав имеет огромную порцию, которую можно накормить реально двух взрослых. Стоит около 15 лет. Это отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от прямых и острых вкусов. Свежевыжатый гранатовый сок. Пускай гранатовый сок и не еда, но он отлично подойдет, чтобы запить твой перекус, даже после шалгана. Прямо при тебе торговец с помощью специального ручного аппарата выжмет гранаты и выдаст тебе стаканчик сока прямого отжима. До Стамбула мы нигде такого не видали, чтобы выжимали гранаты в сок прямо на месте. Цена на такой сок разная, но по сравнению, если ты сам, например, купишь килограмм гранатов и сделаешь сок, если у тебя есть такой вот аппаратик специальный, то выйдет это значительно дороже. На стаканчик размером 300 миллилитров уходит просто целая куча гранатов. Не знаю, сколько он там туда гранатов взял, но огромную кучу, да. А цену просят всего лишь 15 лир, например, на набережную Скудар. И чем больше стаканчик, тем, соответственно, цена будет выше. И цена также меняется в зависимости от места покупки и от дня покупки. Вообще, в Турции привыкать к тому, что если бы рекомендации от кого угодно, можешь слышать одну цену, а придя на место, увидеть цену другую. Здесь так на все. Цены меняются за дня в день. Скачут как вверх, так и вниз. А вообще очень выражен еще этот самый человеческий фактор. Не только даже инфляция. Ну, сегодня вот решили 15 лир поставить торговца, а завтра 20. Да, послезавтра 10 лир поставить. Свежевыжатый гранатовый сок, он просто офигенно вкусный. Советуем попробовать. О его полезности и говорить даже уже и не переходится. Помимо перечисленных вариантов стритфуда, есть еще и пиде, и лохмаджун, и мокрые бутерброды, и разнообразные диковинные сладости, о которых ты обязательно узнаешь в наших следующих видео. А пока подпишись на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ставь палец вверх, если видео понравилось. И пиши в комментариях свои вопросы, предложения, истории, может быть, какие-нибудь связанные с блюдами в Турции. Ну и также не забывай про нашу почту, куда ты можешь написать анонимный вопрос, и мы на все вопросы ответим. Обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!